Это будет одна из самых протяженных лыжероллерных трасс Подмосковья. 3,5 километра. Работы здесь активно ведутся несколько месяцев и не останавливаются даже в непогоду. Проверил строительство лыжероллерной трассы спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. У меня радуется сердце и душа, глядя на все это великолепие. Кипят работы. Это не только зимой, но еще и летом можно здесь будет тренироваться не только профессионалам, но и любителям. Подмосковье, как говорится, не лазутинка единой, поэтому химки будут конкурировать. И меня, как жителя сходни, это очень сильно радует. Молодцы все те, кто принял решение делать вот эту прекрасную трассу в химках. Специалисты уже завершили работы по укладке нового асфальта. Сейчас устанавливают опоры освещения, чтобы спортсмены могли тренироваться в любое время суток и монтируют ограждения. Стройка таких объектов, линейных, она уже, скажем так, давно известна. Изновшись здесь и освещение. То есть здесь, по-своему, уникальное освещение на стартовой поляне. Мачты высокие и направлены в обе стороны. Как правило, такое расположение мачты, оно даст освещение очень хорошее. То есть светопаучок, он здесь рассчитан на всю ширину трассы. Рельеф здесь непростой. И уложиться во все контур-уклоны было сложно. Но благодаря общим усилиям реализовали проект. Проект был разработан с учетом местности, а это крутые спуски и подъемы. При этом не нарушая корневую систему многолетних кустарников и деревьев. Трассу строили, конечно же, с учетом спортивных нормативов, соблюдая все современные стандарты безопасности. Хоть трассу и называют линейным объектом, однако ее проектировка имеет свои особенности. Местность вокруг заболочена. Грунтовые воды вымывают щебень из-под асфальта, в результате чего он лопается. Во избежание этого было принято решение положить два слоя асфальта на армированный бетон, который в свою очередь находится на такой габионной конструкции. Она служит своего рода дренажной системой, отводя воду из-под асфальта и сохраняя его целостность на долгие годы. Благодаря поворотам и наклонам у спортсменов появится большая вариативность прохождения кругов, от 500 метров до 10 километров. То есть здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить соревнования различного уровня. Завершить строительство спортивного объекта планируют до конца года. Сервер Бекмаметов Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.